Привет, мои дорогие! С вами Кунова Аня, проект Фоберлик Онлайн. И в этом видео мои пустые баночки. Очень много пустых баночек, вот не моих, но перед началом ролика хочу вам сказать такое, вот что пустые баночки, особенно кто в моей структуре и в команде видит, что у меня баллы 500, 600, 700, бывает по 1000 баллов. Так вот, это я заказываю своим родителям, тем и другим, например, там Живицу, Ку-10 заказываю, Омегу заказываю, К2Д3, это все полнобаловый продукт, который весит много баллов. Поэтому у меня всегда огромное количество, грубо говоря, огромное количество таких вот невидимых баллов, которые, допустим, я заказываю маме. Поэтому, ну вот, например, вчера у нашей Викусики 2 августа исполнилось день рождения, не знаю, когда, конечно, этот ролик выйдет, но на момент съемки вчера был день рождения. И, конечно же, приезжала старшая сестра, я спросила, что нужно. Я им высылала Омеги 6 баночек, Ку-10 6 баночек, Артрафорты 6 баночек. Понятно, что иногда я снимаю обзор, а их в пустышках нет. Выслала чаев 15 пачечек, высылала целую спайку кофе, добрый день, потому что папе нельзя обычный кофе, а вот это добрый день, в нем меньше кофеина, и он его пьет, и у него давление не скачет. Ну, папе 76 лет уже, поэтому, ну, как бы, не шутка, да, поить его кофе таким обычным, простым, ну, вот он его пьет. Ну, что ж, побежали с вами. Это, конечно же, очень вкусный освежитель для дома, чистая нежность, с артикулом 8005. Я его очень люблю, стала заказывать, как Биоси присоединился к компании Фаберли, когда они объединили структуры и производство товара. Это спрей такой желтоватый, у него очень изысканный парфюмерный аромат, который пока что мне не надоел, поэтому я все время практически пользуюсь им, и в туалете, и в кабинете. Но в кабинете у меня сейчас больше диффузоры стоят. Далее, очень редко начали пользоваться концентрированным средством от накипи для чайников и кофемашин, 4 ампулки. Раньше у нас была столешница более худшего качества, ну, мы не разбирались, заказывали плохое, но очень хорошо оттирает дешевые каменные столешницы из искусственного камня. Сейчас у меня уже другая кухня, она так не впитывает пятна, поэтому мы пользуемся только от накипи для чайников и кофемашин, именно от накипи в чайниках, и вообще очень редко. Ну, примерно раз в две недели мы это дело проделываем, и нам очень-очень нравится результат. Артикул 112-59. Отремонтировали мы робот-пылесос буквально три дня назад, поэтому вот у нас уже начались пустышки. Это универсальное антибактериальное средство без запаха, без цвета, без вкуса с артикулом 111-36. Я сама изобрела этот способ дезинфекции дома. Ну, каждый день, конечно, мне кажется, что это может быть вредно, поэтому, конечно, каждый день я это не делаю. Также мы его разбавляем с водой. Пока робот-пылесос не мог ездить и дезинфицировать нашу квартиру, мы, конечно же, просто наливали немножко ведро со шваброй и мыли с ним пол. Очень классно. Он идет 300 мл. Ну, вот одного бака. Он как бы в бак целиком не влазит. Ну, где-то вот так, значит, 300 мл. Бак у нас, наверное, 250. Вот так, можно сказать, у робота-пылесоса. Ну, вот где-то чуть-чуть каждый раз остается. Вот чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Мы накопим эти чуть-чуть и все потом переливаем в бак. Вообще, как способ применения очень интересный. Им можно делать все абсолютно. Он безопасен для животных и для человека. Идет как универсальное антибактериальное средство, которое рекомендовано для обработки ванной комнаты, кухни, жилых комнат, обуви, мест содержания животных. Оно безопасно для человека. Смотрите, когда у нас в семье кто-то начинает болеть, я первым делом обрабатываю им квартиру. Вторым делом я сразу чайное дерево, масло чайного дерева запускаю во все диффузоры. Но не только в диффузоры, еще в увлажнители. Ну, вот везде, прямо на кухне, везде вот ставлю чайное дерево, что-то хвойное, чтобы вот оно сработало как антисептик. И третьим, вот опять-таки, беру этот спрей и обрабатываю все ручки. Особенно ванная, туалет, кухня. Ручка холодильника прям вот распыляю, прям чтоб с ручки капало. Потому что он не оставляет никакой липкости. Он полностью прозрачный. Он идет как водичка. И тут, в принципе, написано, он применяется для любых поверхностей. Его не нужно смывать для продолжения бактерицидного действия. И вот мы ходим и реально обрабатываем. Единственное у меня нарекание к нему, это вот очень тугой. Вот этот вот, он прям до такой степени тугой. Ну, тут он уже кончился, понятно. Вот видите, обычная водичка, вот она потекла по руке. Он до такой степени тугой. Рука устает ужасно. Я хожу, то так распыляю, то так. Вначале, когда вот не накачала палец, можно так сказать, вначале я вообще другой пулевизатор приделывала для того, чтобы было легче и проще, и больше, и быстрее распылялось. Но сейчас я как-то уже ленюсь, потому что они у нас ходят часто. Вот тут у Викуски была температура, мы подумали, а вдруг вирус, и всю квартиру обработали. Далее, биокапсулы для посудомоечной машины. Тоже был вопрос у меня в ВКонтакте в личку. Анна, почему у вас 120 патчев заканчивается, то по две в пустышке? Говорит, что вы там такое делаете с посудой или вообще не делаете? Ну, во-первых, мы уезжали, поэтому в доме намного меньше кушало людей. У меня тут дочка сколько-то с кошкой ночевала. Там девочки приходили диваны чистить, пока нас нет, чтобы все выветрилось, все было хорошо. Это, во-первых. А обычно я когда беру, например, 10 пачек, допустим, но я беру четное количество, стараюсь. 10 пачек, например, взяла, биокапсул для посудомоечной машины, и сразу все вскрываю и пересыпаю. Пересыпаю из одной в другой, и у меня остается 5 пачек. И поэтому то целая вереница пустышек, то 2-3 за месяц. Потому что я делаю из 20 капсул 40. И она у нас там уже на кухне стоит. Артикул 109.02, потому что место для хранения экономится. И тоже нашли у себя в залежных стиральный порошок для цветных тканей. В принципе, очень нравится. Артикул 118.92, 800 грамм. Ну, чем? Он занимает мало места, потому что он концентрированный. Вот и все. Он классный. Идет для жесткой, именно для жесткой воды. Далее, средства для чистки духовок и плит. Сила цитрусов. Артикул 301.19. Пятновыводитель кислородный универсальный. Хотя, вот знаете, честно, вот если пользоваться им в стиральной машине, то я не совсем вижу разницу. Когда мы ставим на предварительную стирку, мы его наливаем просто в барабан, не в отделение, куда положено сыпать там лить порошок. А именно мы добавляем в барабан, и все в порядке. Он идет 470 мл. Вот ручное замачивание, только в перчатках от него портятся руки, пальцы. И бывают такие, знаете, небольшие ожоги, потому что оно натуральное. И тут идет отбеливатель на основе кислорода. Также биоразлагаемый паф на основе растительных компонентов. И также идет органическая кислота, которая обеспечит активную работу средств в жесткой воде. В связи с этим что-то вот на руках остается не очень хорошее. Вот, например, вот этот спрей-пятновыводитель, он вообще никак не реагирует на руки. Артикул 301-51, и он замечательный. Мы перед стиркой именно локально на пятно нанесли, подождали минут 15, и потом стирку запускаем уже. Ставим тазик перед машиной, достаем, просматриваем вещь. Есть пятно, проработали. Вот тут от торта пятно у нас еле отстиралось. Вот спрей спас. А вот этот мы наливаем для, ну, грубо говоря, общей что-ли перестраховки, чтобы ткань не желтела, если она белая. Чтобы, ну, не знаю, может быть, какой соски, такой и заказываю. Но вот от сухого у него одно различие. Он жесткий к рукам, сухой к рукам не такой жесткий. В принципе, и все. Это только чисто в машину. То есть уже никакое там ручное замачивание, мы ничего этого не делаем. Это просто ужас, потому что руки действительно портятся. Так, дальше пенный очиститель для ковров, тканей и обивок. Очень понравился. Очень приятный запах, аромат. Артикул 302-52. Чистили кресло. Тоже хорошо кресло почистил. У нас они идут светленькие. Рефрешер для одежды и тканей. Буду пить оды. Классный, суперский. Запах лаванда-бергамот мне более приятен. Артикул 302-89. Он работает как легкий жидкий утюг. У нас есть специальный спрей для разглаживания. Вот он хорошо разглаживает много тканей. Этот идет легкий. Что-то натуральное. Ну, действительно хорошо разглаживается. Не надо доставать утюг. Пших-пших, пошел. Надел мятую футболку. Антон, попшикай мне. Я ему пших-пших руками разгладила. Все, футболка суперская. Но если разглаживать какую-то там рубашку, еще что-то, ну, там побольше времени уйдет. Но он тоже разглаживает. Но, конечно, там стрелки на штанах этим рефрешером вы никак не сделаете. Это понятно. Еще он хорошо очень освежает ткань. Он борется с запахами. Вот это тоже классно. Вот этот рефрешер для одежды и тканей подойдет даже для того, ну, вот, например, пришел мужчина домой. Ну, конечно, они не все такие, но есть такие. Да и женщины такие есть, особенно дети такие есть. Пришел, снял футболку, комом кинул. На следующий день. О, чистый, нет, что делать? Вот он ее обработал, надел, на себе сам руками разгладил. Ни запаха, ни вмятин, абсолютная свежесть. Он может в ней ходить в два дня. Может также проходить три дня. Такая вот классная штучка. В дороге очень сильно выручает. На фотосессиях очень сильно выручает. Потому что там все равно где-то что-то слеживается. И надо как-то быстренько разгладить. Но, чтобы не оставалось пятен и разводов. Это же тоже очень важно. Далее. Целлярный шампунь. Понравился. Клевый, классный. Голову умоет. Хорошо. 150 мл. Артикул 1274. Действительно хороший. Не знаю, что у меня там с микробиомом моей головы. Я с этим не разбиралась. Просто он мне нравится. И все. И точка. Гель очищения для туалета. Артикул 108. 98. Хвойный аромат. Нравится. Он бесцветный прозрачный гель. Такой идет. Далее. Концентрированный гель для стирки детского белья. Артикул 115. 15. Ну, вы знаете, за две недели он у нас, наверное, уходит. Потому что бывает Вика ни разу за ночь не уплывет. А бывает два раза уплывает. Вот пока боремся с этой проблемой и со специалистами вместе в тандеме. Но пока вот не решили проблемку. Так. Мой любимый ультракондиционер для белья ароматерапии Восточный Пион с артикулом 118.53. Далее. Концентрированный гель для стирки особых тканей 118.40. Он у нас очень редко в пустышках. Потому что у нас сам по себе, если честно сказать, порошки сами по себе, они какие-то как будто уже для деликатных. И мы очень редко используем. Но если есть где-то какое-то кружево и так далее, то мы пользуемся вот именно вот этим деликатным. Хорошо. Хорошо стирает. Хорошо. И чисто стирает. И при 30 градусах хорошо стирает. Очень понравился. Ну, из года в год пользуемся. Но это уже обновленная идет линейка. Ну, вы помните этот гель очищающий для туалета. У меня его принимает. И не красится только один унитаз, который новый. Унитаз, которому уже 5 лет. Он уже старичок. Почему-то красится вот в этот вот зеленый цвет, который превращается в голубой. У него как бы идет суперэффект 7 в 1. Он антибактериальный. Аромат морской свежести, гигиеническая чистота, все такое прочее. Но это средство, ну, фишка в нем чем. Начинает менять цвет с зеленого на голубой в местах скопления сильных загрязнений и налета. И когда оно вот это вот все делает, потом это дело сложно у нас с одного унитаза отмыть. А второй унитаз идеально. Ничего на нем не бывает. Поэтому я думаю, что мы его вот и заказываем именно для одного. Далее, концентрированный гель для стирки белого белья и концентрированный гель для стирки цветного белья. Но это мой фаворит для стирки белого. Артикл 117.42. Его очень люблю. У нас как-то не было ни отбеливателя, ничего. Мы привезли желтые шторы. Из бабушкиной деревни уже не первый раз мы такие привозим. И я могу сказать, что он с ними нормально справился. Желтизны практически не осталось. Но если бы был отбеливатель или пятновыводитель, вот в тот момент у меня бывает, хоп, закончилось. Пока закажешь, неделю ждешь, ну, как бы время выходит уже. Ну, стирать пора, везти обратно. Обычно такие шторы стираются раз в сезон. Где-нибудь там осенью или весной, например. Или весной и осенью. Или на зиму их снимают. Хорошо справляется, отлично. И белье у меня все идет без желтого оттенка, без желтого налета. А я белизну люблю в доме. Дальше концентрированный гель для стирки цветных тканей. С артикулом 118-43. Он у меня в каждых пустышках, поэтому пропущу. В этот раз его. Далее биосредство моющее. Моем им пол. Кстати, хорошо. Пол вымывает и не требует смывания. Вот это самое главное. Артикул 108-97. Идет 500 мл. Он идет для жесткой воды. И тут идет натуральное масло в составе. Натуральное масло, это говорит о том, что он не вредный. Он классный. 10-897. Далее шарики для устранения запаха в холодильнике. Решили заменить по приезду. Артикул 111-60. Вот их таких три штучки. Мы их раскладываем по холодильнику. И он не эквиваленует все запахи и ароматы. Восстанавливающий бальзам для осветленных волос. 27-11. Очень мне нравится. Вот смотрите. Я не знаю, есть ли он сейчас в наличии. Дочка у меня где-то откопала. Освежающий шампунь изысканный уход. 200 мл. Артикул 86-49. Хорошо волосы питает. Он идет со свежающей мятой и молочными протеинами. Волосы действительно хорошо питает. Моет хорошо. Где-то в каких-то местах они даже легонько поскрипывают. Но вот нанес. И вот в жару хочется охладиться. Ничего не получается. Ждешь, ждешь. Никакого эффекта прохлады нет. Смываешь шампунь, расстраиваешься. У него запах просто мятый. А действия мяты нет. Не холодно. Хотя сам по себе хороший шампунь. Волосы в хорошем, отличном состоянии. После него никаких нареканий нет. Шампунь против перхоти с перетионом. Цинка. Антиперхоть. Скорее всего, зеленый чай. Контроль над жирностью. Артикул 1303. Любимый шампунь моего мужа из года в год. Им заказываем. Вот он его заменил. У нас раньше был шампунь BioArctic. Потом его сняли с производства. Потому что появился вот этот No Snow. Новая линеечка. Там несколько видов этого No Snow. Оно все идет против перхоти. И вот этот, в принципе, хороший шампунь. Далее. Вот этот шампунь. Защита от солнца идет технология. Он действительно мятный. Он действительно освежает. Он холодит. Приятно. Очень приятно в жару в душике постоять. Покайфовать. Помыть им голову. Вот это да. 100% попадание в сердце. Содержит оеофильтр, который гарантирует надежную защиту во время пребывания на солнце и в солярии. Ну и голову моют. В принципе, функции все свои выполняют. Артикул 7767. Он идет 250 мл. Поехалите дальше. О, это шампунь. Не знаю артикул. Говорить не хочу. Очень не понравился нам этот шампунь. Во-первых, цвет такой странный. Какой-то коричневый шампунь в синем тюбике. Это BSC у нас идет. 92% натуральных ингредиентов. Кто-то мне его посоветовал. Или это с тех времен, когда вот BSC присоединился к Фаберлик. И мы начали там все покупать. Но это было просто что-то с чем-то. Что-то пробуешь вау, что-то пробуешь фу. Ну, в принципе, в любой компании есть продукты вау и продукты фу для каждого. Для кого-то фу это вау, а для кого-то вау это фу. Это нормально. Вот для меня вот это фу. Потому что запах неприятный, все неприятно. И мы его просто сможем измыли, как гель для душ. Потому что волосы до такой степени, как веник на голове. Как не знаю что, их не прочесать. Они даже не скрипят. Они тупо спутываются. И потом нужно делать маску, минут 20 сидеть в ванной, чтобы хоть чего-то получилось из волос нормальное. Такое чувство, что они их так сильно высушивают. Ощущение гнезда на голове просто оно не проходит. И мы решили, что мы его... Я вот когда в душ хожу, я первый раз моюсь, потом второй раз обязательно смываюсь и моюсь. Потому что мне кажется, что мне надо два. И вот как раз вот это на первый раз, а потом чем-нибудь вкусненьким на второй раз. Купить, купили денег, стоит выкинуть, жалко. И нашли такой вот способ. Такой вот способ нашли. Вот так, дальше шампунь для нейтрализации желтизны. Это мой любимый шампунь. Люблю, ценю, обожаю, уважаю, советую, вам рекомендую. Очень хорошо справляется. Единственное, что вот у нас девушка купила какую-то очень дешевую краску. Стала ярко такой, ну не ярко-рыжая, ярко-желтая, скорее всего. Вот прям цвет ужасный, на улицу выйти даже стыдно. Я этот шампунь порекомендовала, он ее берет очень плохо. Этот шампунь, потому что какой-то она прям ядреной краской покрасилась. Вот мою голову шампунь берет просто быстро, живо-два. Я только чувствую, что у меня цвет волос начинает, ну такой теплотой отдавать. Я сразу замачиваю шампунем вот этим на три минуты. Есть еще маска для нейтрализации желтизны, но она у меня стоит не открытая. Я уже давным-давно думаю, о, дай куплю, попробую. Один раз попробовала, она какая-то текучая, натекает в глаза, надо сидеть 20 минут, а тут 3 минуты и с волосами все окей. Так вот, наверное, вот той девушке, которая вот этот шампунь не в полной мере помог, ей надо вот именно что маску и 20 минут сидеть. Мне этого хватает. Артикул 2710, прям крутой шампунь. Далее, восьмой элемент, шампунь, гель для душа. Муж его использует только как гель для душа. Артикул 1312. Маска очищающая, это моя. Я частенько очищаю нижнюю часть подбородка, щечки, лоб вообще не трогаю. Артикул 0467. У меня кожа проблемная, с детства проблемная кожа, поэтому вот так вот. Далее, вулканический пепел, детокскраб, тоже очень редко им пользуюсь. Вот закончился, я не знаю, сколько он открыт и стоял. Артикул 7733. Это у нас йогурт для волос. Артикул 2653. В этот раз я его все-таки израсходовала на свою голову. Это йогурт свекрови моей, артикул 2656. Ну, в принципе, у них, знаете, только запахи разные. Они в такой степени сильно одинаковые, что, если бы не запах, по действию прям не поймешь, каким пользуешься. Прям одинаковые. Нормально моют, все хорошо моют, но есть шампунь и лучше. Как бы вот я бы так выразилась. Далее у нас с вами идет антибактериальный гель для рук с артикулом 1702. Чем он мне нравится? Тем, что он, я тут даже чуть-чуть оставила, тем, что он, когда наносится, он так сильно не пахнет. И я им пользуюсь, конечно, даже чаще. Хотя он бывает дороже, но вот иногда на него бывают хорошие какие-то скидки, и я его могу взять прям по 20 штук. Мне его хватает, но если я часто хожу по торговым центрам, где-то на неделю на отдыхе, мне его хватает дня на три. Потому что вот, ну, например, няня, Вика, Антон, я, Катюша, пошли поужинать. Пять человек продезинфицировали руки. И так три раза в день. Это 15 применений за день. Ну, вот где-то хватает на 45 применений примерно. Мы уже вычислили. Сначала он, ну, вот я сейчас толстый слой нанесла. Сначала он липнет. Запах у него травка какая-то такая еловая, вот очень приятная. И сначала он липнет, а потом липкость полностью проходит, и остается ощущение таких чистых ручек приятных. Ну, классно, классно, конечно, хорошо. Это важно. Далее, водичка Алатау, артикула нету. Нравится мне такая нежная, озоновая, легкая свежесть, без всяких посторонних примесей. Такая сладковатая, озоновая, очень-очень приятная. Это новинка в моих пустышках. Вот такая вот парфюмерная вода. Честно скажу, не помню ее артикул. И не знаю, как прочитать название, потому что оно тут, скорее всего, по-французски написано, потому что это Беси, это не Фаберлик. Алатау, видите, я сразу прочитала вот эту штукенцию. Не знаю, как прочитать. Тоже нравится. Я бы еще такую одну заказала, потому что у нее аромат действительно такой, вроде бы и нежный, легкий, вроде бы и не такой сердитый. Бывают такие сердитые, тяжелые ароматы, но что-то в нем такое есть, которое вот прибивает. Ну, мне нравится вот этот аромат сладкий, такой грубоватенький, такой слегка. Ну, приятный сладкий, грубоватый, свежести в нем. Ну, даже если и есть, то она неуловима практически. Далее маска. Это маска Детекс для кожи, головы и волос. Она такая идет темная, не очень-то красивая. Вот видите, вот такая вот прям темная. Наносится, не течет, все хорошо. Делаю, прям чувствуется чистота потом головы и волос. Прям скрип стоит. Артикул 7730. Ну, я редко чисткой занимаюсь, потому что я жженая блондинка и уж очень сильно оно чистит. И вот после этой маски лучше сделать еще какую-нибудь питательную маску, ребят, сразу же причем. Ну, вот кто пережженный блондин, как я, лучше не рискуйте. После этой маски очищающей нужно все-таки сделать какую-то питательную, чтобы волосы не переломать остатки. Маска с маслом Амлы. Артикул 8977. Люблю, с нее пользуюсь ей скоро уже как 8 лет. Вы представляете, 8 лет маской пользоваться. Но эту маску свекровь израсходовала. Вот еще одна охлаждающая красотка. Достали ее из запасников. Артикул 7769. Зимой я эту маску ни за что делать не буду, потому что она очень классно охлаждает голову, охлаждает волосы. С нее кайфуешь. Но зимой можно замерзнуть даже в горячем душе. Артикул 7769. Ну и, конечно, она идет как интенсивное питание, ОФ-защита для сохранения яркости цвета. Как раз вот для тех, кто красит голову, пожалуйста. Вот такая хорошенькая. Так, это у меня мама питалась. Мама питалась. Вот такая вот тоже светленькая, хорошенькая масочка с очень ярким, сильным, мощным таким вот ароматом. У этой аромат мне тоже, кстати, не очень нравится. Он какой-то ментоловый идет. Вот у этой вот сам Эркеа для всех типов волос. А у этой такой, знаете, грубый, тяжеловатый, но женский идет аромат, конечно же. Очень приятный, ценный масло. Я обожаю этот аромат, бьющий в нос. Артикул 8212. Мне он прям очень нравится. И маска сама себе хорошо питает. Жидкое мыло с фроттексидином. Артикул 2717. Средство для мытья рук детское. Жидкое мыло 2388. Каждый раз в пустышках. Яркий, клевый малиновый аромат. Дочка любит. Вот это я как-то набрала со скидкой, с хорошей очень. 2741 артикул. Набрала несколько пачек. Прикольное мыло. Яркое, клевое. Очищающее молочко. Открыла его незадолго до поездки. Вы знаете, мы отдыхали 33 дня. Должны были вернуться на месяц позже. Но Антон забыл сдать декларацию. Мы вернулись на месяц раньше. И вот все пустышки Абхазии, которые мы снимали. Обзор Абхазии, который мы снимали вообще. Можно сказать полторы коробки. Дорогие какие-то кремы для лица. Еще что-то. Мы, конечно, забрали с собой. И заплатили за перевес 4000 рублей. Вот представляете. Но жалко было. Выкидывать, отдавать. А все остальное, там закрытое шампунь, гели для душа. Ну, все, что мы на 6 человек назаказывали эту кучу. Нам пришлось отдать близкой родственнице. Ну, она была рада. И мы рады, что продукт не пропадет. Потому что, ну, куда его было девать? В Абхазии не зарегистрируешь никого. Там в компании Фаберлик нет. И, конечно, даже вот порекрутировать этим продуктом один денечек перед отъездом было просто нереально. Все, что там есть, там есть контрабанда. И мы, когда провозили вот эти 4 коробки на 6 человек, нас отругали, что мы это все не задекларировали и так далее. Я говорю, что тут декларировать, говорю, чем попу мыть? Они посмеялись, сказали, что так вообще-то делать нельзя. Я говорю, мы не на продажу. Посмотрите, тут один такой шампунь, один такой скраб и так далее. Они, ну ладно, ну ладно, вроде бы мы проехали. Ну, в следующий раз просто сумку на колесиках купим, туда скидаем, проблем не будет. А вот так вот нельзя. С артикулом 0971, вот это мое открытие, кожа стала лучше и чище. Я снимаю сначала мицеллярной водой макияж, потом я наношу вот это очищающее молочко, прямо ватками протираю, ну вот такое густое, белое. После того, как протерла ватками молочко, я потом протираю ватками, тонечком протираю лицо. И как бы вот это трехэтапное очищение лица мне, в принципе, очень нравится. Артикул 0971. Дальше гель для интимной гигиены, мой любимый, 8722. Далее концентрат для чувствительной кожи, прям использовала его. Вот тут была половина, я уезжала и оставила. Почему? Потому что, ну, он мне был особо не нужен. А вот после отпуска, конечно, кожа как-то вот все раздражается, все какие-то прыщи. Вот он мне помог. Все подсохло. Ну, немножечко осталось, несколько прыщиков, которые, ну, просто вот как след от них, типа постакне. Типа такого осталось. Ну, вот жду, пока пройдет. Но, в принципе, вот 30 малый, все заживилось. Он, конечно, не очень дешевый, но и не сильно дорогой. Артикул 0585. Вот этого вот концентрата для чувствительной кожи, доктор Кор, у него есть целая розовая линейка. Я пользуюсь только вот этим кремчиком. Мне понравилось. По идее, он восстанавливает кожный барьер. Ну, как я это узнаю, снижает чувствительность к внешним раздражителям. Это факт. Он идет за такой желтоватый. Когда с утра я протираюсь тоником перед нанесением крема, если не умываюсь, а просто протираю тоником вот это вот ночное все. Оно, проватка прям желтая с него. Обладает П-витаминной активностью, смягчает роговой слой, способствует удалению от межих клеток, увлажняет кожу, предотвращает потери в раке, устраняет ощущение истянутости, возвращает чувство комфорта. Хороший кремчик, советую. Мне очень-очень понравился. Не люблю ругать средства компании Фаберли. Даже чуть-чуть немножко оставила, чтобы вам показать. Вот такой вот гель. Стоит он 500-600 рублей где-то. Ну, действительно, очень-очень такой дорогой, я бы сказала. Ну, не кайфую я с него абсолютно нисколько. Вот сейчас не знаю, подсохнет он, не подсохнет. Я вам прям на руке покажу, что он творит, вытворяет. Мне это не устраивает. Кожа, конечно, да, я почувствовала, что она прям насытилась. Она прям улучшилась. Я его наносила и утром, и вечером. Но через час я протиралась тоником и наносила обычный увлажняющий какой-нибудь гель. Айсэул обычно я наношу, зелененький Айсэул. Почему? Потому что он, каким бы слоем вы его не наносили, он скатывается. Да, вы начинаете наносить сверху тональный крем, там, может быть, еще что-то. Это просто кошмар какой-то. Мне очень не понравилось, как он скатывается. Хотя аннотация тут очень крутая. Артикул 28-16. Он идет как увлажняющее средство, стающее гелевой текстурой. Содержит 1,5% гиалурона. Интенсивно увлажняет, обеспечивает мгновенный лифтинг эффект. Придает коже свежий вид. Это действительно так. Вот знаете, вот прям как будто вот сразу он действует. Сразу он работает. Я, конечно, удивилась сначала. Но буквально через полчаса, когда пошла наносить макияж, я очень сильно разочаровалась. Поэтому, конечно, если вы макияж не наносите, то у вас, может, проблемы не будет. А у меня он, ну вот, скатался. Ну, сейчас он подсохнет, я вам покажу. Он прям скатывается такими, не мелкими. Действительно, вот кожу хорошо выравнивает. Мне нравится. Но это не перед макияжем. Я его взяла, думаю, ой, перед макияжем супер-супер улажнится. Будет круто. Прошу прощения за сленг. Нифига не круто. Вот честное слово. Разочарована. Хотя запах у него такой, ну, сносный, нормальный. Далее, с артикулом 2108 у нас с вами идет освежающий гель для душа, экзотический лайм с экстрактами морских удростов и эфирных масел. Гель для душа, как гель для душа, прикольный, классный, 250 мл. Понравился. Вот он такой желтенький, очень даже густой, как вы видите, еле-еле течет. Ничего такой, хороший. Еще закажу, если там попадется мне под руку какую-нибудь распродажу, закажу. Даже штуки три. Ну, реально хорошенький. Так, запах у него, ну, такой, знаете, можно сказать, никакой. Практически нету запаха. Гель для душа мужа. Хотя шампунь и гель для душа, как вы видите, да, написано. Но муж им пользуется только как гелем для душа. Артикол 8421. Дальше. Вот такой гель для душа. Он мне не понравился. Сейчас еще вот посмотрю. Так, аромат лилия. Нет, не нравится мне. Тут какая-то кислятинка сладковатая, типа леденчики. Знаете, вот эти, как даже сказать правильное слово, ранешние. 2764. Не понравился запах. Больше не закажу. Мамина пенка для умывания закончилась. Мама говорит, клевая пенка, классная пенка. Ну, я тоже в свое время очень много пользовалась. Артикул 047. 175 мл. Тут, наверное, еще даже осталось. Вот таким образом. Ну, все, больше нету. Вот такая пеночка. Вы ее разносите по рукам, потом наносите на лицо. И очень классно, быстро моете. Все смываете. Макияж хорошо смывает. Ну, водостойкую косметику, понятно, не смывает. Запах у меня такой какой-то сладковатый. Не скажу, что приятный, но сносный, нормально. Это у нас с артикулом 1508. Гель для умывания для проблемной кожи. Вот этот гель для умывания, он чуть-чуть у меня остался. Он такой вот гелевый. Он хорошо пенится. И действительно очень хорошо очищает кожу. Но вот этот горький, ужасный аромат у этого геля, я как-то вот не в восторге от него. Поэтому не знаю. Сначала мне понравился. Но потом как-то вот, знаете, надоело ради хороших функций геля. Действительно ужасно надоело терпеть его аромат. Мы, наверное, живем в таком веке, когда вроде бы клевое средство, вроде бы классное средство. Но мы до такой степени уже разбавляем, что нам хочется, чтобы вкусно пахло, чтобы крем не скатывался. Вот, смотрите. Видите? Вот он. Он подсох. И вот гель с гиалуронкой начал скатываться. На абсолютно, причем чистой коже. Руки я точно мыла. Потому что я уже много свочей сделала всяких. Вот видите, он скатывается. Таким вот образом. И когда тональный крем вот эти скатыши, он их размельчает. Я сейчас вот про этот гель говорю. То получается не очень хорошее действие. Он не впитывается абсолютно. Мне непонятно, зачем такое делать. Дорасходовала была жара вот этот мис с минеральной водой. После его нанесения он идет как освежающий, но потом какая-то теплота и сжение приходит. Сжение, знаете, такое приятное. Не то, чтобы аллергия на него выходит. Нет. Вот как от маски, как от хороших кремов. Как будто вот он работает. Действительно, прям он работает. И вот это ощущение, конечно, приятное. Но хочется больше прохлады. Так, артикул 0947. Ну, прям быстро он у меня ушел. Я тут сидела перед вентилятором. Нанесу и начинаю кайфовать, кайфовать. Потому что действительно, когда вот что-то нанесете на себя уходовое, оно куда круче, чем просто сходить в душ, да? Вот таким образом. Маски позаканчивали. Сделаю их в основном ванной. Ну, я вам уже рассказывала, как я люблю. Я так перешагнула в ванну, помыла голову, нанесла маску. Потом умыла лицо. Нанесла маску на лицо. И потом уже там с волосками борюсь. Еще что-то там. Мылюсь, моюсь, скраблюсь. Там, да, все что угодно делаю. Скрабируюсь, вернее, прошу прощения. Артикул 0044. Вот эта маска мне показалась какой-то жидковатой. Вот такой маски мне на два раза хватило. Или на три. Вот точно не помню. Но два точно раза. Видите, прям течет. Жидкая она. Запах у нее такого нежного, легкого ананаса, что ли. Она идет с провитамином В5. Ну, что она делает? Поддерживает барьерную функцию кожи. Способствует синтезу коллагена. Смягчает и увлажняет. Дарит ощущение комфорта. Ну, как вот я могу определить, поддержит она барьерную функцию кожи или нет? Сложно, согласны? Приятное легкое охлаждение погружат в аспросферу летних дней. Ничего у меня, никакого охлаждения не было. Дальше с провитамином В5. Пантенол. Один из самых полезных ингредиентов в косметике, который, попадая к коже, превращается в сам витамин, который необходим для синтеза компонентов барьера кожи и регенерации. Исследования показывают, что пантенол может ускорять восстановление кожи, продолжительно влияет на борьбу со стрессом, вызванным вредными воздействиями окружающей среды, поддерживает здоровье кожи. Ну, в принципе, мне она понравилась. Закажу еще. Клевое, классное. Оно, конечно, жидковато. Когда ручками подцепить хочется, оно не подцепляется. Через край выливаешь, по рукам распределяешь, и уже похлопывающими движениями на лоб, на щечки, на декольте, на зону шеи. Вот так чуть-чуть тихонечко наносишь и подливаешь, если вдруг чувствуешь, что маловат слой. Но через брови она ко мне в глаза как бы не протекла, ничего, все нормально, как бы держится, но жидковато. Вот у этой маски есть антистресс. Она называется, если вот это восстановление смягчающее, то это возрождающий антистресс. Вроде бы все с ней в порядке. Тут содержится еще такая вот лопаточка. Я чуть-чуть оставила ее вот таким образом, чтобы вам показать. Она наносится прям вот хорошо. Прям вот видите, держится хорошо. С ней можно вообще ходить и забыть. Охлаждение какое-то есть, но мне не понравился какой-то вот этот вот еле уловимый неприятный аромат. Чем-то пахнет, понять не могу чем. Может тем, что вот тут нарисовано. Эффект памяти, нежная консистенция. Похожа на пудинг. Эффект памяти сохраняет текстуру однородной. Поскольку вы не размешивали маску в баночке, спустя некоторое время она опять становится гладкой. Пока вы наслаждаетесь. Так, ну вот в принципе состав. В общем, не могу понять, чем пахнет. Мне неприятный аромат. Он содержит центеллу азиатскую. Это панацея для кожи. Веками использовалась в лечебных целях от древних аювердических методов по традиционной китайской медицине. Все проведенные исследования подтверждают полезные свойства не только в составе лекарств, но и в косметических средствах. Рекомендовано при любом состоянии кожи. Без разницы какой возраст. Вот запах как-то мне не очень удивил. Не очень такой приятный. Маска красоты Гардерикан. Артикул 0744, 50 мылы. Может быть я уже привыкну к ней. Что еще у этой маски? Удаляет поверхностное загрязнение, сужает поры, осветляет, гармонизирует тусло цвет лица. Кстати, все прям правда. Разглаживает кожу, да. Снимает следы усталости очень даже. Обеспечивает эффект сияния кожи очень даже. Успокаивает чувствительную кожу, да. При использовании 2 раза в неделю какой будет эффект? Повышение упругости кожи, сокращение признаков старения кожи, придает коже здоровой сияющий вид. Глиняная маска. Тоже такой сладковатый, прикольный аромат. Вот она такая в стеклянной упаковочке прикольная. Ну никаких вот нареканий к этому моменту нет. Действительно хорошенькая. Артикул 07-44. Так, мой тоник 07-79. Дальше. Гель-скатка из ИО. Артикул 08-51. Приехала 3 штучки на дне вот так. Не знаю, что там дочка с ней делала. Я из одной выдавила, из другой. И все по чуть-чуть, все понемножку так не поняла. Нанести нужно небольшое количество гель-скатки на сухую, очищенную кожу лица. Массажными движениями равномерно распределить по лицу до образования катышек. Очень хорошо счищает личико. Мне нравится 08-51. В общем, поэтому и пустышек куча. Это пользовала своя мама. Видите, наклейку. Дневной крем. Артикул 14-11. Дорогущий был. Я его заказывала. Прям очень дорогущий. Запах у него не очень-то приятный такой. Знаете, какой-то жженой резины. Но я все равно его маме заказала всю серию. Вот видите, когда вот тоник перед кремом протирать. Так и написала ей. Ей понравился. Она сказала, да, клевый и классный. Не знаю, есть ли он сейчас в наличии. А вот этот тоник 14-01. Обычный тоник. Ничего особенного. Прям суперкрутого я не заметила. Но и ничего плохого тоже. Как бы все хорошо. Что-то какой-то длинный обзор у меня получается. Так, смотрите. Три коробки Faberlic My Lovely Best Friends. Это корм для кошек. Сочная говядина. 24 штучки. Артикул 16-208. 85 грамм. 24 штуки. Прям 2 килограмма коробка. Ну, в общем-то, кошка его любит. Выбрала его. Ну, приходили гости, дети, взрослые. Мы набрали таких вот конфет. Это сорти темного и молочного шоколада. Кстати, прикольные такие. Вроде бы ничего. 16-0-74 были. И вот парочка таких коробочек закончилась. 16-0-95. Далее закончились еще зеленые шоколадки. Но я их заказывала в Абхазию. Мы их забрали с собой. И чтобы меньше было объема и веса, просто подоставали эти коробки. Там эти коробки выкинули. 10, по-моему, штучек я брала. Мы эти коробки выкинули там, получается. И сейчас вот их в пустышках нет. Вот этих зеленых викиных шоколадок. Далее. Коралловый кальций 157-30. Стевия. Три коробочки. Да, там тоже есть. Артикул 156-77. Это сахарозаменитель. Кетчупы. И шашлычный. И такой. Ну, вот классический нравится всем. Шашлычный закончится, наверное, больше не буду заказывать. Вот именно что. 16-0-50 классический. У него реально классный, клевый вкус. А вот этот, ну, все говорят, что кисловат не особо-то хорош. 16-0-51. Но на вкус и цвет, товарищи, нет. Мы шашлычные и магазинские раньше не очень-то любили. Вот такая куча батончиков. Просто уже вот прям такая куча. Не буду тут все артикулы перечислять. Есть и повидельные, и мои вот эти вот любимые. Как бы много закончилось. Далее еще вот оставался майонез. Все, майонез закончился. На складе нет. 161-22. Ждем, может быть, появится. Чай для похудения. Что-то на него все подсели у нас в семье. Артикул 157-15. Ну, вот Антон весь отпуск пил его с утра в номере. Он кофе не любит. Вообще кофе не пьет. Он пьет только вот этот чай в номере или в пакетиках заваривал. Честно сказать, скинул 6 килограмм. С него, не с него, кто его теперь знает. Мы еще там коктейли Wellness пили. Артикул 160-12. Чай восточный с кардамоном и чабрицем. И артикул 160-69. Это клубника и лайм с клевером. Оба чая приятненьких. Далее. Мои любимые патчи. Очень нравятся. Они идут и на нижний, и на верхний века. 14-13. Чай иммунитиви. Кузька проболелась, поэтому мы ей его заваривали в день по кружечке, чтобы выпивала. Артикул 157-70. О, боксеры. Кто это мне положил? Интересный из мужчин. XL, да, это Антохины. Носит с удовольствием. 834-690. Реально хорошая, нормальная. О, новинка в моих пустышках. Детекс маска для лица. Легкость. Артикул 0073. Ну, что могу сказать? Понравилась, но она идет светлая, не белая. Клевая маска. Как бы никаких нареканий к продукту нет, если честно. Все хорошо. Вот прям все хорошо. Действительно. Как-то вот она как будто и увлажняет. Ну-ка, заявлено ли тут увлажнение? Никакой черной магии, только черный уголь. Лучший детекс компонент для всего организма. Притягивает загрязнение, шлаки, токсины, словно магнит. Не оставляет ни единого шанса. Маска с углем. Устраняет тусклицет лица. Очищает поры. Выравнивает тон кожи. Нет, незаметно, но хорошо работает. Хорошо, прям кожа не сохнет, не тянет после нее. Все здорово. Витамин С. Витамин С. Масочка с артикулом 0460. Это уже не новинка. Мама любит эту маску. У нее цвет лучше. Далее, кофе Доброе утро. Это пьет свекр его. Кстати, никто, наверное, кроме свекра его не пьет. Только, наверное, свекр и пьет. 16.048. Дальше идет Добрый день. Его пьют все. Поэтому вот столько много. 16.049. Гигиенические прокладки. Больше всего у нас с Катей закончились в Сочи и Абхазии, вот когда мы ездили, поэтому их тут мало. Вот эти вот беси, кстати, неплохие, но все-таки наш Фаберлик мне больше нравится, но неплохие тоже. Сделала для себя такое вот открытие. Кислородный энергетический бустер. Реально цвет лица улучшается и все. Артикул 57.99. Хорошенький. По-моему, он у меня второй или третий раз его в пустышках. Я его наношу перед нанесением крема. Вот так. Растираю. Ну, тут вообще уже не осталось его нисколько. Он так вот пенится. Я его растираю по лицу и наношу слегка-легонько. Он мне требует смывания. А потом можно и крем. И, в принципе, классное, клевое действие. Реально мне нравится. Имбирный напиток. Сейчас вот отправила еще папе пару пакетиков. Он очень любит этот имбирный напиток. Имбирь, мед, лимонник и шиповник. Артикул 157.19. Ну, и дома, конечно, пьем. Вкусненький, насыщенный такой вкус. Не пустой. Закончились диффузоры Mandarin Fresh. Вот они в таком не очень красивом состоянии, потому что стоят они, но месяца полтора не заканчиваются. И запах у них очень приятный. Mandarin Fresh с артикулом 10.056. Мы его ставим где-нибудь в коридорах. Energy он называется. И, конечно, если Energy, то он бодрит. Зачем нам спальня, например, чтобы нас бодрило, когда мы ночью хотим спать и отдыхать. Так, позитив. По-моему, да, по-моему, у нас в спальне он стоит. Артикул 10.059 тоже понравился. Если тут прям реально такие мандаринки, яркий, сочный аромат, то вот этот позитив. Так. Такой более нежный, сладкий, легкий аромат. А этот, это тоже Mandarin Fresh. То есть вот 4 закончилось, но они примерно полтора месяца стоят, если там вот 3 палочки воткнута. Если все 5 палочек вставлять, то хватает на месяц. Ну, долго стоит, долго прям. Далее. Крем солнцезащитный SPF 50. Викузька. У нас Витилигву мажем. Мажем ножки 21-21. Чем-то посильнее, особенно вот когда они в обед уходят на занятия. Ощущающее масло после депиляции. Перестала депилировать кожу. Смотрю, срок вышел. Расстроилась. Вот он, да, видите, срок 25-76. Но так, хорошее масло было. В общем, выкинула. Гель для бритья 25-71. Нравится, хорошо бреет. Муз для бритья больше брать не буду. Что-то он какой-то с комками мне последний раз пришел. Не поняла. Вот этот гель для бритья прям находка. Далее 17-01. Ну, аромабальзам. Он, наверное, в каждой пустышке. Поэтому второй раз не буду рассказывать. Штука классная. Сейчас моя шея подсела вот на такой вот гиалуроник. Корректор глубоких морщин. Все пытаюсь спасти шею. Но, походу, в свои 40 лет я буду... Один кончился, другой открылся. Один кончился, другой открылся. То есть я прям 2-3 раза надавливаю на руку. Распределяю по руке. И прям всю шею обрабатываю вот этим шприцом. Корректор глубоких морщин. Артикул 3071. Ну, действительно, выравнивает. Так, но стресс. Мы его больше пьем на ночь изомагния. 156-23. Далее живица. В поездках много выпили. И тут она закончилась. Девочки у меня пьют по 5 штучек с утра все. И хозяюшки по дому. И няни по 5 штучек с утра. Каждая выпивает. И векузке мы даем 3 штучки с утра. 157-28. Дальше. Комплекс антигель. Идет. Я его, помню, заказала всем по одной баночке. 8107. Кого-то закончилась. Это не я пила. Я пью антипаразит комплекс сейчас. И с артиком 157-22 омега-369. Вика все-таки перешла обратно на нее. Она не хочет детскую омегу. К2Д3. Артикул стерся. Сейчас он идет по акции. На момент съемки видео по акции. Дальше. Витамин Д3 Китс. Дочка тоже его не очень хочет кушать. Мы ее надламываем, выливаем. В общем, перейдем вот на этот. Этот она раскусывает. Ей жует. Ей все нравится. А тут такой длительный процесс с этими хвостиками, отламливаниями. Мы то вспомним, то забудем. В общем, с горем пополам он закончился. 157-78. Ну, в принципе, все. Все мои пустышки. С вами была Куна Ваня. Проект Воперлик Онлайн. Рассказывайте, чего у вас больше всего заканчивается. Всем пока-пока. Пока.